Привет. Пока российская армия под Авдеевкой активно укладывает в грунт своих солдат, там на болотах, в частности в Москве, проявился такой новый интересный сюжет. Ну, страна большая, и людей там много разных, есть в том числе и умные. Так вот, Евгений Сатановский рассказал о том, что МИД Российской Федерации страдает антисемитизмом и алкоголизмом. И многие эти синхроны уже видели. Ну, самое вот такое яркое – это вот это. Это спившийся замминистра Богданов, который еще в Каире послом бухал как не в себя. Он ничего плохого-то относительно Израиля не хочет, но ему 71 год, ему надо о будущем думать. Вот Маш Захарова, который, в принципе, евреев не особо-то любит, а Израиль терпеть не может. А чтоб-то это и не скрывает, еще одна сильно выпивающая шмара, который у нас, тем не менее, спикер нашего МИДа. Естественно, в районе Останкиной улицы Правда после этих слов разгорелся скандал Сатановского олили с канала «Соловьев Лайф». А этот человек сатановский, ну, он как это, он нацист, но состоявшийся. То есть, очень успешный, очень обеспеченный. И вот так по большому-то счету, если на него Соловьев, с которым они лично дружили много лет, начнет что-то, ну, типа, крышить батон, еще вопрос, кто в этой схеме останется главным. Про Захарову, сильно пьющая шмара, ну, дело такое, вкусовщины. На самом-то деле, Сатановский сказал то, что думают все про Захарову, хотя, насколько мне известно, раньше она не выпивала, просто была шмарой, ну, если пользоваться терминологией Сатановского. Ну, это их дело. Вопрос в чем? Я посмотрел это интервью, потому что резонанс, ну, и вообще интересно, давно в России люди не называли вещи своими именами. Так вот, выяснилось, что интервью достаточно глубокое, и там есть намного интереснее вещи, чем сильно выпивающая шмара. Там вопрос в том, почему, собственно говоря, Россия занимает такую позицию по отношению к Израилю. Почему они выбрали, собственно говоря, террористов? Ну, есть одна причина, что они сами являются террористами, но все, как всегда, глубже и интересней. Вот ситуация, при которой Путину до зарезу нужны иранцы, арабы, турки. И он утирается и умывается, вне зависимости от того, что происходит с теми же турками, с тем же Эрдоганом. А это главная крыша, вообще-то говоря, Хамаса. Партия справедливости и развития. Это же точно такие же братья-мусульмане, как и Хамас. На них он сейчас и работает. Потому что у него война с американцами, у него война с европейцами. Война, серьезно. Согласитесь, это многое объясняет в поведении Владимира Путина. Да, действительно, Эрдоган вертит Владимиром Владимировичем маньякам так, как ему хочется. А Манничелло утирается и делает вид, что ничего не происходит. Потому что у него война, война с Западом, которую он начал абсолютно добровольно. И пока, опять же, если смотреть не через терриконы Авдеевские, а через геополитику, то просто он сглатывает и утирается. И вот эта война с Западом, она же многослойная. Есть украинский фронт, есть и другие фронты. Так вот, внимание! Получается, что гениальный Путин, он теперь войдет в историю как отрицательный Петр. Владимир Путин, да, отрицательный Петр. Ну, то есть, если Петр Первый окна в Европу открывал и прорубовал, то этот это все дело заваливает. В прямом смысле этого слова. Потому что произошло событие, которое, еще раз, на фоне того, что мы заняты, понятно, нашей войной, и мы там убиваем российских захватчиков, не только в районе Авдеевки. Ох, не только! Так вот, есть места, где Путин, ну, просто сглатывает, и они там молчат. Хотя, профессор Человек-Чемодан говорит, что это новая точка напряжения. Президент Латвии Ренкевичус, он же первый открытый гей, пригрозил, что НАТО перекроет Балтийское море, если докажет причастность России к подрыву газопровода Балтик-Коннектор. Скобеевы не были бы Скобеевыми, если бы не фокусировали внимание на сексуальной ориентации этого человека, президента Латвии. Как мне кажется, опять же, это не касается сексуальной ориентации, но в этой студии ведущие на букву П и дары. Да, таким образом, собственно говоря, называют российских оккупантов украинские военные. Ну, и, знаете, это народная молва просто так это словосочетание или это определение использовать не будет. Так вот, там же не только о газопроводе речь идет. Там, вообще-то, был еще этот кабель связи. То есть, все очень и очень интересно, да? И, очевидно, российские нацисты повредили эту инфраструктурную ветку. Для чего? Ну, чтобы показать, что они тоже владычица морская. Для того, чтобы показать, что вот месть за Северный поток-1 и за Северный поток-2, частично, она пришла. Вот так вот. Вы наш газопровод бахнули, а мы ваш газопровод бахнули. Мол, квиты. Но нет, ребятки, так оно не получится. За вот это вот действие придется заплатить кровью. Мы также должны противостоять гибридным вызовам нашей безопасности. Мы все еще ждем результатов расследования того, что произошло в Балтийском море, на так называемом Балтик-коннекторе. Мы понимаем, что мы должны защищать критическую инфраструктуру. Если мы установим хотя бы частичную вину какого-то государства в повреждении этого объекта критической инфраструктуры, то мы должны будем рассмотреть этот вопрос на уровне НАТО. И, возможно, также придется рассмотреть закрытие Балтийского моря для российских кораблей. Но только в том случае, если Россия будет признана виновной. Я также хочу подчеркнуть, что мы должны дождаться итоговых результатов расследования данного происшествия. А что, отличная идея. Только Латвия потом перестанет существовать. Каким образом они собираются еще нам закрыть наше Балтийское море? А вот теперь начинается самое интересное. Ну, грозить Латвии, Эстонии, Литве, другим государствам. Они умеют ляпать своими языками. Только вот вопрос в следующем, что в связи с тем, что Путин ведет войну с Западом, с Европой, с Соединенными Штатами, вот эту вот битву за Балтику, он проиграл в сухую. Причем не нужно было даже стрелять по российским оккупантам. Возможно, в будущем это придется сделать, но факты стоятся фактом. Все, все абсолютно просрано Владимиром Путиным. Еще раз, вот кто-то скажет, блин, у нас тут свои проблемы, а это с другой стороны Европа, и это нас не касается. Да нет, это нас касается, потому что это называется системное ослабление российского государства под руководством мудрого маньяка, он же Владимир Путин. Это же очевидно. Вам очевидно? Мне очевидно. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем вещи своими именами. И да, теперь очередь выступать человека-чемодана. Больше беспокоит тот опасный узел, который около наших границ возникает. Я имею в виду заявление президента Латвии. Ведь это, в общем-то, если вдуматься, опасное и нешуточное заявление. Это заявление члена НАТО о том, что для России может быть закрыто Балтийское море. Он хоть и человек-чемодан, но абсолютно не идиот. Он сразу вычленил самое главное, что дело не только в том, что президент Латвии об этом говорит, а о том, что президент Латвии член НАТО. А это, согласитесь, совсем другой калинкор. Тем более, что у нас действительно есть узкий выход очень из Финского залива, который теперь контролируется Эстонией и Финляндии с двух сторон. А что случилось с Финляндией, которая много-много лет была нейтральным государством? Что случилось, а, товарищи россияне, обтекаем, обтекаем. Да, эта страна вступила в НАТО, посмотрев на те ужасы, на те преступления, которые делают российские упыри на оккупированных территориях Украины. И теперь, по факту, исключительно с точки зрения морского международного права, гордая Эстония и Финляндия берут и закрывают финский пролив для Российской Федерации. Раз-два, и мы видим отрицательного Петра Первого. А если мы еще и подбросим в баланс Швецию, то здесь ситуация может стать очень... У нас еще Калининград есть, все-таки еще один выход. В том-то и дело, что отрезается в этом случае Калининград от морского сообщения с остальной Россией. Чем быстрее на Западе, в Европе в частности, и в Штатах осознают, что Путин действительно ведет против Запада войну, в прямом смысле этого слова. Чем быстрее это сознание придет, вот после того, что произошло в Израиле, после этих сотен трупов, я думаю, там вот эти серые вещества начнут вращаться быстрее, и народ будет делать соответствующие выводы. И получается, что у Запада, который вот все пытается не эскалировать ситуацию, и так, и сяк, ну, очевидно, дойдет только после трупов. Ну, извините за прямоту, дойдет окончательно. Но механизмов и рычагов влияния на Рашу более чем достаточно. Эстония перекрывает вместе с Финляндией проход в Балтийское море, и все, до побачения. А, ну да. А, Балтийское море не ваше. Скажите Путину спасибо за это. И вот здесь может действительно возникнуть опасная ситуация. Соотнесем это с заявлениями Буша, ой, прошу прощения, нынешнего, потому что, да, похоже на Буша-старшего по агрессии, поэтому не случайно оговорился. Хотя тот-то республиканец был. А агрессии одинаково. А вага степени агрессии мало чем отличаются друг от друга. Прикольное сравнение Буша-старшего и, соответственно, дедушки Джозефа Байдена. Напомню, при Джордже Буше-старшем произошло интересное событие, которое вошло в историю на болотах, как великая геополитическая катастрофа. Когда совок развалился к собачьим, да, просто развалился. Он руководил государством американским с 89 по 93 год. Там много и войн было. Много было разного интересного. Но теперь у нас Джозеф, он не республиканец, он демократ. Было бы прикольно, так сказать, можем повторить. Ну и нагнуть российское государство. Ну, может быть, не нагнуть, а как-то сделать так, чтобы их стало стран больше и демократии на этом пространстве тоже стало больше. Они это понимают. И этот процесс запущен, кстати, непосредственно Владимиром Путиным. Так вот, Байден говорит о чем? Мы защитим каждую пять земли НАТО. Вот подобные силы в Прибалтике, в Финляндии националисты, в Польше вполне могут это воспринять как карт-бланш каким-то агрессивным действием в отношении России. У нас есть зонтик, мы прикрыты, вперед, начинаем всевозможные провокации. И вот здесь действительно может полыхнуть искра крупного, как минимум регионального конфликта. Намного более интенсивного, чем украинский. Почему сразу агрессивным действием? Делов-то, значит, исключительно экономическая зона, Эстония и Финляндия. Это их право, как определять проход кораблей в своих водах. Агрессивные сразу. Националисты. Да нет, еще раз, все согласно того, как пишет документ. Международное морское право. Книжка там толстая. Но вот мы видим, как дорого России обойдется вторжение в Украину. Не считая сожженных танков вместе с экипажами. Десяток, другой, третий. А, уже там уже под 300 тысяч трупов российских солдат. Это ж еще не конец. Значит, в Израиле все сразу поняли. После того, как стала понятна окончательная позиция Кремля по убийству евреев. Знаете, у нас тут не все благополучно. И тяжело, и под Авдеевкой тяжело. Но, если мы исходим из принципа, что делает, что должен, и будет, что нужно нам, тогда все хорошо. Значит, союзников у нас будет больше. Ну, а Путин продолжит обтекать перед арабскими монархиями. А все для чего? Чтобы не выглядеть хуже, чем он есть. Не получится у него. Ну, а ему нужно, чтобы вот хотя бы этот самый третий мир объединился. И к нему там приезжали какие-нибудь африканцы, азиаты, арабы. И в этой тусовке мы бы были на правильной стороне истории. Но он же тоже не мальчик. 70 лет человек. Даже 71. Как Богданова. Хотя не пьет, спортивен. Речь идет о Владимире Путине. Вы думали просто так, а не танцуют чечетку перед Ким Чин Ином, северокорейским. Чтобы показать, что есть люди, которые еще готовы здороваться за руку с Владимиром Путиным. Заметьте, на фоне этих геополитических изменений он перестал соблюдать даже коронавирусные ограничения. Владимир Манничелло. А потому что прижимает его. Хотя это вот тут большой вопрос. От кого больше шансов заразиться? От Макрона, Шольца и Байдена? Или от вышеперечисленных товарищей, которые представляют успешные, богатые страны Африки? Которые любят в Москве рассказывать, что они против колониальной политики. А эту политику колониальную пытается проводить Россия. Мы отвечаем чем? Огнем артиллерии. Вот такой вот расклад. Запомните это видео. Значит, пройдут годы, а может быть месяцы, кто его знает, если маньяк сдохнет раньше. И будут анализировать его политику, плюсы и минусы, чего он достиг. И там будет вот такой вот список претензий к Владимиру Путину. И то, что он просрал Балтийское море. Это одна из них. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Называем здесь вещи своими именами. А это значит, что Украина была, е и буде. До зустречи.